Так, смотри, довел уже до угла. Сколько, сколько процентов с подкидывания? Так, 39, 46! Я его уничтожил за 13 секунд! Что, если я вам скажу, что именно Люкан является самым сильным героем в Mortal Kombat X? В конце жизни MKX появился игрок, который в будущем станет легендой. Именно он показал всем, как нужно играть за Люкана. И так получилось, что в свое время у нас был сет на 100 долларов с данным игроком. В этом видео я покажу интересные моменты нашего противостояния. И постараюсь вам объяснить, почему же все боялись Люкана в Mortal Kombat X. Мы начнем сразу, после того, как я расскажу о замечательном спонсоре этого видео, компании Nvidia. Многие современные игры уж очень требовательны. Поэтому, если вы любите играть и у вас подвижный образ жизни, то тогда вам нужен игровой ноутбук на базе 30-й серии GeForce RTX от Nvidia. Во-первых, вам, конечно же, понравится трассировка лучей Nvidia RTX. С видеокарты GeForce вы сможете полностью насладиться красотой современных игр. Все современные файтинги по типу Mortal Kombat или Tekken идут на максималках безо всяких проблем. Во-вторых, Nvidia DLSS 2.0 обеспечит вам комфортный FPS даже в самых требовательных проектах на запредельных настройках, в разрешении 2К или даже 4К. В-третьих, если вы фанат динамических игр, то вам точно понравится технология Nvidia Reflex. Она позволяет снизить input lag, а проще говоря, задержку до 50% в определенных играх, как Call of Duty Warzone, Rainbow Six, Fortnite. И вообще, всем известно, что именно на ПК у файтингов минимальный input lag, поэтому охота увидеть новые части Mortal Kombat или Street Fighter с поддержкой Reflex. Ну и не забывайте то, что новый ноутбук можно использовать не только для игр, но и для работы. Специальный драйвер Nvidia Studio превратит ваш ноутбук в полноценный инструмент создания контента или дизайна. Adobe, Autodesk, 3D графика, DaVinci Resolve отлично работают на таких ноутбуках. Поэтому ноутбуки на базе видеокарты Nvidia GeForce RTX 30 серии – это отличный выбор для покупки. Ссылки на них оставлю в описании. Это начало самого первого боя. Сразу! Ребята, прошу прощения за отсутствующие некоторые звуки. Данный сет против ниндзя-киллы лучшего игрока Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11. Возможно, уже всех времен. Был около пяти лет назад, поэтому очень многое терялось, но запись, запись видео осталось. Тут стоит отметить то, что мы играем через океан. Он живет в Америке. Я на то время жил в Уфе, поэтому соединение у нас 180 миллисекунд. Но вы посмотрите. Вы посмотрите, почему именно этот парень считается лучшим игроком в мире. И как он, один, смог заново открыть абсолютно для всех Люкана и показать то, что в правильных руках Люкан может быть героем, наверное, даже самым сильнейшим в Mortal Kombat X. В первом раунде видно то, что он растерялся немного от моего мэшерского Кенши. Но вы сейчас поймете, насколько быстро адаптироваться может игрок, и как Люкан как персонаж в этом ему поможет. Потому что вот здесь, да, мне кажется, он еще даже не прочувствовал игру, потому что слишком большой пинг. Но то, что он покажет уже в следующих раундах и матчах, и вообще какой будет финальный счет, я думаю, всех удивит. К сету мы еще вернемся, но давайте покажу вам одну вещь. Наказываем рептилию. Один, два, три, четыре. Простая комба, даже без отмены, 50%. Ребята, почему все боялись Люкана в Mortal Kombat X? Во-первых, из-за его невероятного урона. Во всех вариациях он может наносить более 45% в углу, при том, используя буквально один метр усиления. Я тоже решил немножко поиграть за Люкана, чтобы показать вам, что я имею в виду, да, когда рассказываю про его невероятный урон, про его невероятный прессинг. Посмотрите, какие быстрые у него удары. Благодаря тому, что он является одним из самых скоростных персонажей в игре, очень быстрые тычки, очень быстрые стартеры и, конечно же, перебивания, с ним невероятно сложно играть в брейшке. Ну, кстати, этот пацан что-то может. Посмотри, он меня практически убил, но здесь я сейчас попытаюсь, я сейчас попытаюсь, благодаря бесплатному прессингу, благодаря вот этой известной отмене фаербола, получить сначала преимущество, а потом его добить. Очень сложный камбэк. Так, ладно, перебиваю. Хорошо, хорошо, хорошо. Он решил встать перебежкой. Я это смог законтрить. Тычка! Тычка после басикл кика, потому что там на усиленном пинке вроде всего лишь минус один. То есть и моя тычка из-за того, что люкан такой быстрый, она смогла, она смогла туда залезть. Ну, возможно, конечно, парень тоже немножко опоздал. И конец прошлого раунда демонстрирует еще одну силу люкана. Быстрые тычки. Быстрые стартеры. Ребята, это на самом деле основа ближней игры любого Mortal Kombat. Если у тебя хорошие удары, то значит ты будешь выигрывать. У тебя есть. У тебя есть очень сильный средний стартер, да, чтобы перебивать сидячих оппонентов, чтобы перебивать оппонентов, которые лезут тычками после, скажем, своих маленьких минусов. И посмотрите, весь арсенал люкана, он компенсирует друг друга. Есть игра как в ближке, так и на средней дистанции. Тем временем продолжается наш бой с Ниндзя Киллой. Как я помню, здесь у нас счет был 1-1. Да. Начало-то от меня неплохое. Но я не хочу спойлерить, конечно, но вот я думаю, сейчас он начнет показывать, почему его люкан считается вообще сильнейшим в мире. Но первый раунд, да, забрал более-менее уверенно. Неплохо его замиксапил. Неплохо его, да, накормил говном, как называется. Ну, сыграл, сыграл грязно, но иногда это работает. Иногда работает, но, наверное, не всегда. Особенно против такого игрока высокого калибра, как Ниндзя Кила. Смотри, вот самая, наверное, большая ошибка, которую ты можешь делать против люкана, это играть чрезмерно агрессивно. Вот здесь, мне кажется, да, я начал, я начал паниковать. И он это реализует на 100%. Смотри, снова открывает. И вот я нажал, снова нажимаю. Из-за того, что у люкана такая сильная агрессия и динамика, практически весь ростер не может позволить себе быковать против него. Ты должен терпеть, ты должен находить открытие. И в этом-то и сила персонажа. Именно он, 50%, именно он диктует условия игры. А ты только подстраиваешься. То есть тебе нужно найти свой ключ к победе. И проблема в том, то, что... Так, немножко залагало. Проблема в том, то, что против... О-о-о-о-о! Как же он... Как же он сейчас играл умно. Он использует бронированные пинки, чтобы перебить мою броню. Косу Кенша, который считается, наверное, лучшей, ну, практически, да, топ-3 броня в игре. Он находит ключ, он понял, что я буду этим вставать. И с помощью своей мульти-брони перебивает мое вставание и забирает раунд. Очень сложно играть против Люкана. Но Огонь Дракона это не единственная играбельная вариация. Посмотрите, что может делать Огненный Кулак. Просто с одного подкидывания, с зажженными ручками, 52% нету персонажей в Mortal Kombat X, которые так же легко и без траты большого количества ресурсов наносят такой же урон, как Люкан. Давайте постараемся ответить на главный вопрос этого видео. Почему же все боялись Люкана в Mortal Kombat X? Сейчас берем Люкан Огненные Кулаки и в этом раунде я буду прессить оппонента, как не в себя. Так, смотри, довел уже до угла. Сколько, сколько процентов с подкидывания? Так, 39, 46! Я его уничтожил за 13 секунд! Как вы видите, очень большая сила именно в кулачках, потому что стоит в углу один раз тебе попасть, а даже без усиления. Если у тебя даже нет зажженных кулаков, ты можешь закомбить как минимум на 35-40%. Вот как сейчас! У меня не было кулаков, я в процессе это сделал, но, к сожалению, дропнул комбу. Если бы не дропнул, он бы, наверное, уже был бы мертв. Но здесь должен добить. Слушай, нет, пацан-то огрызается. Неплохо. О, вот здесь, вот здесь ошибка от меня. Если бы я вовремя нажал за Люкана назад 1-2, вот эту серию из двух ударов, я бы смог перебить его слайд. Здесь немножко я не смог адаптироваться по таймингам. После такого начала, конечно, у меня было столько желания забрать данную игру. За Люкана! У тебя есть все инструменты, чтобы не отдавать инициативу оппоненту. Потому что, имея такие быстрые удары, такой большой урон и невероятный чип дэмэдж в блок, ты просто, ты просто должен за счет своей невероятной агрессии затыкивать и убивать своего оппонента в углу или даже на середине экрана. Вот такой он, Люкан в Mortal Kombat X. Как вы можете понять, в умелых руках, как у Ниндзя Кивы, он превращается в монстра, который может обыграть весь ростер. Ему не страшны ни зонинг, ни прессинг. Именно он диктует игру. Спасибо всем большое, кто смотрел это видео. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Пишите в комментариях, анализ какого персонажа хотите увидеть в следующем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok